Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрич, ребята, это снова проект GTA 5 RP Red Age, где мы с вами потихонечку продолжаем развиваться. Многие просили, завозили лайки, поэтому давайте посмотрим, что в этой серии интересного будет. На самом деле, планы я уже накидал, поэтому, ребятки, как говорится, опять-таки, завозите лайки, если хотите продолжения. Ну и напишите в комментариях, хотели бы, ребята, чтобы я вступил в какую-то госорганизацию. Есть идейка вступить в полицию, опять-таки, погони, аресты, облавы всякие, но я думаю, что это интересный контент, и вам будет интересно это посмотреть. Поэтому, если хотите, то, ну, не знаю, хэштег да, наверное, в комментариях пишите. Что-то я смотрю, Хэг приуныл, вылез из машины, решил отдохнуть. Братан, ты там вообще живой, нет? Э! О! Он спал, походу. Прикумарил на солнышке, пока я здесь начинал запись, понимаю, что живой? Вроде живой. Есть, не просит, жрать, не просит, хотя покормить его надо, я смотрю, что хп у него немножко убавилось. Итак, ребят, как вы прекрасно помните, у меня есть дом, ну, как дом, такая просто старая халупа, в которой даже назвать ее сложно домом. Поэтому, ребята, сейчас начнем с того, что мы все-таки с вами переселимся, купим более-менее нормальную квартиру, потому что от того, какая у тебя квартира, какого класса, зависит, сколько у тебя гаражных мест, получается, правильно? Поэтому, ну что, куда можно переехать, я не знаю. В принципе, вот так домики отмечены, здесь где-то точно нет ничего дорогого, я так понимаю, тут семья, банды, все дела, поэтому мы этот район рассматривать не будем. Район почты, кстати, тоже нужно сгонять, забрать вещи, которые у меня остались. А здесь плюс-минус тоже такие дома неплохие, но я так понимаю, что классом, ну, чуть повыше, наверное, но они точно не элитные, потому что дома там плюс-минус тоже такие непонятные. Возможно, в отеле вот здесь хорошие будут дома, я не знаю, надо съездить посмотреть. Вот здесь, возле паркинга большого, здесь тоже довольно-таки интересное место, тоже отель, возможно, хорошие дома. Ну и, в принципе, вот эти места, ребята, тоже доступны, все остальное как бы далеко и неинтересно. Поэтому давайте начнем с того, что мы, в принципе, отправимся именно на поиски квартиры. Хэнк запрыгнул? Запрыгнул, красавчик просто. А то пёс или иногда, этот, мудохается, и каждый раз, когда ты, допустим, заходишь в какую-то организацию, дверь, приходится заново отдавать команду собаке. Это немножко мне не нравится, но это нормальное явление, в принципе, если ты к управлению привыкаешь, ты на это внимание даже не обращаешь. Прикинь, чё, катался по городу, у меня бензин закончился. Ладно, мы с тобой купили канистры в прошлых сериях, вот она меня реально вот просто спасла, выручила. Так, что мы будем делать? Я могу с телефона продать свою, получается, квартирку, хотя, опять-таки, язык не поворачивается, называть ту халупу квартиры, но, тем не менее, как бы окей. Давайте сейчас прокатимся, наверное, в дом, который находится на окраине, потому что там рядом как раз находятся магазинчики, которые меня интересуют. Ребята, в этой серии мы с вами купим быструю тачку, я хочу себе какой-нибудь дорогой суперкар, посмотрим, прокачаем его, сколько можно из этих машин выжить. Я, конечно, не знаю, что у меня хватит денег, но, тем не менее, у меня в кармане, как бы, 27 миллионов, это немало, на самом деле, потому что, ну, плюс-минус, такие машины быстрые, которые есть в GTA, стоят порядка до 5 миллионов, да? В принципе, ну, не сказал бы, что прям вах-вах-вах, но, тем не менее, почему бы и нет. Так, автобус у меня пинганул, как-то странно, но пускай будет так. Так, спокуха. Вот эти домики, я их знаю, в принципе, домики не такие популярные, но, тем не менее, главное, чтобы там был дом нормального класса, потому что, если вы знаете, я в таких домах, как бы, себе покупал квартиру, здесь вот такой замечательный гараж есть, и, как бы, машину можно сюда довольно-таки неплохо определить. Так, дверьки я закрою. Если мы сейчас купим себе квартиру, то надо Хэнка оставить дома, а то он, бедолага, уже, наверное, запарился ноги себе ломать. Квартира эконом, одно транспортное средство. Мне это не подходит, ребята, мне нужно, как минимум, два, потому что у меня, в принципе, халупа такая ежа. Странно, вот странно, то есть тут, хотя бы, бассейн, да, на крае города, плюс-минус нормальное место, рядом отели, как бы, вот здесь купить себе квартиру было бы, ну, намного, мне кажется, лучше, но нет, она нам не подходит. Так, ребят, наконец-то я нашел квартиру эконом плюс, где можно купить себе и иметь в гараже три транспортных средства. Окей, на самом деле, проехал я очень много, квартира находится вот здесь, не самый идеальный участок, но, тем не менее, не мне выбирать три транспортных средства, это вполне нормально, я пока больше себе не планирую, поэтому продаем государственную халупу, которая у меня есть, я покупал ее за 40, типа за 16 даю, это такое себе. Так, купить недвижимость, самое главное, внести налоги в ближайшем банкомате нужно будет, вот такая, ребята, квартирка у меня здесь, довольно-таки все интересно, хорошо. Песель остался все-таки у меня на улице. Квартира стандартная, в принципе, мы такие уже видели, хотя бы Кубара нету, хотя нет, он есть, ну, будем считать, что его там нету, нормально. Кстати, можно колячико здесь оставить, все нормально. Хэнк, ааа, жди, здесь сиди, все, я ему приказал, пускай сидит, охраняет нашу квартиру, охраняет квартиру, я сказал. Все, давай, охраняй, охраняй, все, хороший мальчик, как говорится. Отлично, ребят, квартирный вопрос мы с вами решили, моя машина будет, в общем-то, спауниться, если она нужна, вот здесь, ребят. А когда вы покупаете квартиру, появляется вот такой гаражик, в принципе, место, где вы можете себе машину заспаунить. Кстати, смотрите, я продал недвижимость, моя тачка сразу исчезла, то есть мне как минимум нужно ее сейчас вызвать, да? Так, а, то есть я прям даже вот так, у меня большой гараж на три транспортных места, вот такой вот. Слушай, шикарно, это мне нравится уже. Так, открыть двери. Хорошо, погнали. Можно отсюда выехать или нет? Теперь хотя бы изнутри посмотрели на гараж, потому что я постоянно думал, как это работает. Замечательно, вопросиков больше нету. Мне нужен ближайший банкомат, ближайший банкомат у нас вот здесь находится, по дороге, ребята, к магазину, где продаются быстрые тачки. Сегодня в планах купить машину, сегодня в планах ее прокачать, и я надеюсь, что получится урвать прям какой-то вкусный-вкусный кусок, прям шикарнейшую тачку. Вот если действительно будет так, то будет прям просто замечательно. Сейчас посмотрим, что там есть. Я, кстати, смотрю, что парковочки есть. Возможно, имеет смысл, если вот тебе реально нужно какое-то место найти, а у тебя уже есть квартира, да, то есть расширяться не хочешь, если то, то ты можешь просто купить себе парковочное место, скорее всего. Так, окей, давайте залетим в банк. Так, окей. Налог за недвижимость в баланс 60, максимум 3200. Итого, 350, грубо говоря, я ложу, и на сколько мне это хватит? Вот вот что вопрос. На банковском счете 0, номер счета такой-то. Больше пока ложить не буду, смысла нет. Так, бизнеса у меня нет. Перевести деньги на счет другому игроку нам это не интересно, но и средства мы тоже пока снимать не будем, потому что все это дельце у нас сейчас непосредственно уйдет. Уйдет именно на покупку новой машины. Погнали в магазин. Элитный магазинчик, ребята. Не знаю, сколько он стоит, но стоит, наверное, прилично. Так, мне нужна машина по максимальной скорости или по ускорению? А, не, по цене. Кёнигсик Джеско, 75 миллионов. Стоит, ребята, максимальная скорость 240 километров в час, разгон 0,79. Еще 15 метров в багажнике. Ну, Кёнигсик, ребята, есть Кёнигсик. Ламба. Хураканчик. 27 мультов, как раз могу купить, но 205. Скорость, 0,4 разгон. Но это дорого. Ламба 770. Это Центинарио. Вот такая, ребята, смотрите. Хорошая машина. То есть характеристики вы видите справа, можете смотреть. Шатару, байк, мне неинтересно. ГТА-шные машины, кто на них вообще смотрит. Ламборгини Марселага. 20 мультов стоит. Что-то очень дорого для этой машины. Она стоит дешевле, насколько я знаю. Так, стандартная Тесла. Здравствуйте, 175 максимальная скорость. Хорошо. Так, АМГ GT вообще не особо люблю, но скорость максимальная 264. Очень быстро, быстрее даже, чем самая дорогая тачка. Интересненько. Так, это стандартная тачка. Акула Мерседес, ребята. 178 км в час, 0,37 разгон. Хороший разгон. Так, ладно. Это неинтересно, неинтересно. Кстати, у меня вот такой гелик, он мне и выпал. 18 мультов. Он, ребята, стоит в магазине. Вот, пожалуйста. Так, Феррари. Чит Феррари F-T, 488-я. Неплохая. 183 разгон. Такое себе. Чё-нибудь ещё может есть? Так, вот такой вот Мерседес. Бентли. Чё ещё? Чё ещё? Ригера за 15 мультов. 183 максимальная скорость. 0,35 разгон. Кёнигсик Ригера. 183 максимальная скорость. Это либо, короче, заменёнка, либо, я не знаю, почему так дёшево. Кёнигсик Ригера, она на проекте в нашем чит, а тут она... А почему так дёшево? Я чё-то не понимаю. Так, Ламба. Ламба 183, 205. При этом цены бешеные. Ригера, которая в реале стоит 2 миллиона. Баксов, в смысле. И тут почему-то стоит всего лишь пятнашку. Я не знаю, почему, ребята, я куплю. По максималке это плюс-минус то же самое. Купить за 15 мультов, ребята, Кёнигсик Ригера. Нихера себе. А где? Где? Так, ну она же где-то здесь должна быть, не? Чё, нету? Наверное, она в гараже. Скорее всего, она, ребята, в гараже. Может быть, её, конечно, можно как-то здесь заспаунить. Я, если честно, не знаю. Поэтому я сейчас гоняю до дома. Оставлю как раз Гелик. Пересядем на Ригеру и будем делать тест-драйв. На самом деле, ребята, дом мой находится не так уж и далеко. Это хорошо. Так, а как заехать? Я могу просигналить? Да, просигналил и в гараже оказался. И вот, пожалуйста, мой автопарк. Ригеру надо обязательно срочно перекрасить. Так, как тебе открыть? Всё работает замечательно. Блин, Кёнигсик Ригера 15 мультов. Почему так дёшево? Я не понимаю. Так, чё мы делаем, ребята? А, здесь хендлинг странный. Она немножко шлифует. Теперь я понимаю. Возможно, реально хендлинги просто разные. Непонятно откуда. Машина взята. Поцарапал мне на это пинга. Ладно, как говорится, чёрт с ним. Максимальные скорости. 180 км в час максималка. Но она уже, ей как бы 200. 220, ребята. В стоке, чтобы вы понимали. Так, мы сейчас поедем в Лос-Кастомс, который находится здесь в портах. Заодно здесь я её сейчас в поворотах протестирую. На кочках вроде особо не прыгает так жёстко прям. Но, тем не менее. Так, поворот. Слушай, ну, управление идеальное. Прям идеальнейшее управление, в принципе, для Кюнингс и Гарри Геры. Правда, по скоростям, конечно, её обидели. Очень сильно обидели машинку. Она должна ехать быстрее. Хотя, блин, ну, это, может быть, и моя придирка. Потому что, всё-таки, я делал себя на проекте 4 Геру. И, как бы, она там, конечно, едет у нас по тысячам. Но, тем не менее, окей. А, так, это я слишком далеко. Заезжаем. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Колёса от Герри Гера я менять не буду. Это всё хорошо. Ускорение, смотрите, маленькое. Скорость тоже маленькая. Торможение, зато, идеальное. Так, что нам нужно? Давайте посмотрим сразу по-по-по-по-по-по. А, мне надо было сначала выбрать цвет, да? Понимаю. Ладно, пускай будет такой. Какой есть. Какой-то же есть. Так, неоновые трубки. Я цвет же выбрал. Ну, скорее всего, да. У меня деньги списали, я думаю. Так, хорошо. Цвет фар. Так, стоять. Получим, получим. Вот такой. Вот, мне нравится. Всё, купить. Немножко не привык в какой-то системе. 106 тысяч улучшения стоят. Это дёшево, на самом деле, для такой машины. За такие деньги. Вот это мне нравится. На самом деле, пакет тюнинга стоит даже вроде дешевле, чем GTA Online. Гоночная подвеска, разумеется. Тормоза, конечно же, разумеется. Тонировка полная. Да, полную хочу. Так, что это такое? Основной цвет. Давайте покрасим. У меня подсветка непонятно какого цвета, но я хочу, чтобы регера была, ну, допустим, красная, да? Ненормальный цвет. Так, это что? Дополнительный цвет салона, правильно? Дополнительный цвет чего? Не вижу. Не вижу, что меняется, но, по идее, салон должен быть. Пускай будет белый. Так, хорошо. Либо это двухцветная краска. Так, что это такое? Градиент. Ну, я, наверное... Кстати, вот такой цвет тоже будет довольно-таки неплох. Можно сделать не просто красный, вот такой, да, чисто красный-красный, а немножко его разбавить. Допустим, вот реально оранжевым. И она будет намного симпатичнее смотреться. Так, а если белый? Не, белый уже не то. Черный уже не то. И мне вот такое нравится. Давайте купим. Градиент неплохая штука. Так, покрытие. Типа металл, не металл. Но если градиент уже поставил, какой смысл? Винилы. Стандартный мой винил с чит-гташной моей, да, регерки. Хорошо. Номера. Номера не имеют значения, на самом деле. Но давайте сделаем, не знаю, какие. Нет. А, тут просто вводишь, выбираешь. Блин, никак не могу привыкнуть. Вот такие. Черные, чтобы они не бросались в глаза. В принципе, ускорение апнули. Скорость осталась та же самая. Торможение, сцепление, в принципе, плюс-минус осталось на том же уровне, ребята. Клаксон мне неинтересен. Что у меня по неону? По неону вообще непонятно. Такое ощущение, как будто я его не поставил. Но я хочу его поставить. Так, давайте тогда еще раз. Наверное, все-таки я в него вложусь. Будет красная... А, то есть это спереди только. Вот так вот. Короче, хз. Вот так вот давайте. Да. Так. Во, и теперь неон есть. Возможно, я его не купил изначально. Короче, на старте чуть-чуть шлифует тачка. Но, тем не менее, давайте-ка мы прокатимся сейчас. Конечно же, поедем на дорогу смерти, ребята. Это самое быстрое место, где можно разогнать вообще машину на потенциальной, там, максимальной скорости. Ну, а она сходу едет сразу 210, как бы даже без кочек. 230 даже я видел. Шикарнейше. В управлении, я так понимаю, что все машины комфортные. Потому что я пока прям таких сверх жестких тачек еще не встречал. Ну, понятное дело, что ГТАшные, может, со стандартными хейлингами будут такие себе. Но, вроде как, и Гелик, и Регера пока меня устраивают вполне. Здесь прям развор... Блин, управление вообще, смотри, я то есть... А, ну да. То есть, если ручник немножко несет, если тормоза, то тормоза хорошие. Так, ну ладно. Разгоняем максимальные скорости. И, как бы, вполне-вполне неплохо. Давай! 240! Сколько у меня Гелик ехал? У меня Гелик ехал 200 с копейками. Так, 260. 261 видел. Ну, короче, не самая быстрая машина. Я так понимаю, что самая быстрая машина Bugatti и Kedisic. Потому что они самые дорогие, скорее всего. Это логично. Но Регера при этом, при скорости 240-260, очень хорошо держит дорогу. То есть, она шикарнейшая, ребят. Вот просто не видит никаких преград. И тормоза, самое главное. Все, ты на тормоза нажал, у тебя машина сразу остановилась. Слушай, в целом неплохо. В целом очень даже хорошо. Но, я так понимаю, чтобы немножко добавить вкусности в эту серию, ребята, я сейчас поеду в казино. Я хочу отыграть деньги. Немножко посмотрю про мониторию, куда падают непосредственно фишки. И посмотрим, сколько на этом реально можно заработать. То есть, сейчас немножко уделю времени. Проанализирую. Если получится, на серии поднимем с вами, ребята, хороший куш. Кстати, в обратку 270. В обратку скорость больше. И это неудивительно. Потому что здесь кочек тоже с этой стороны больше. Поэтому 270 с копейками километров в час. Ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, хорошо это или нет. Я считаю, что это отлично. Тем более за машину, которую мы купили. Считайте, за 15 мультов. Всего лишь. Когда самая дорогая стоит там почти 40 лет. Еще и плюс на тюнингах. Тюнинг, кстати, вообще дешевый. Если так смотреть. Со многими проектами сравнивать. Прям вообще идеальненько. Ладненько. Хорошечно. Все, мы приехали. Погнали в Казик. А сейчас займу место. Ну и продолжу уже по факту на месте. Ну а вы, кстати, можете оценить регерку, ребят, в комментариях. Так, ребят, я пришел в Казик. Здесь чувак играет в карты. Карты я не особо люблю. Я хочу в рулетку поиграть. Но на тот стол я не сяду. Потому что в тот раз мы там проиграли все ставки. Давайте посмотрим, что будет здесь. А здесь немножко плохо. То, что мониторить можно только когда ты уже непосредственно оставишь бабки. Так, сколько будем ставить? Я тогда по 75 ставил. Давайте я вот так и буду ставить нынче. Так, ребят, окей. Одна секунда. Посмотрим, получится ли у нас ограбить казино. Либо же казино нас опять поимеет, как это обычно бывает. Так, ну окей. Давай. Давай, дорогуша, подыграй нам. Колесико, шарик, что там бы не было. Главное, чтобы упало. Вот в идеале в 20-17 черное, разумеется. Так, 17 вижу. Двадцаточку не вижу. Так, рядом что-нибудь есть? Двадцатку пролетели. Двадцать три красное. Ладно, одну мы выиграли. Сколько я поднял? Шестьсот штук сразу. За семьдесят пять шестьсот штук? Ё-май. А тут иксы-то, ребята, намного больше, даже чем на Радмире, насколько я помню. На Радмире я вот эту тактику придумал. И после того, когда я эту тактику внес в массу, а чтобы вы понимали, я с одной ставки поднимал, там, не знаю, по десять мультов просто. Админы взяли и рулетку переделали. Больше эта тактика вообще не работала. Вообще ни у кого. Хотя в ту ночь, когда, короче, я сидел и играл, мы столько с ребятами бабла подняли, что просто жесть. Так, ладно, ждем еще двадцать секунд, ребята, но пока мы прям вообще подняли куш. Мы поставили, ну сколько, семьдесят пять, семьдесят пять, сто пятьдесят. Двести штук поставили, подняли шестьсот. И при этом выиграла только одна ставочка, как бы. А если бы выиграли сразу все три или две, вот это да, это было бы жестко. Так, ну, в принципе, я уже пока болтал, у нас вот время прошло. Блин, интересненько. Если еще попадет, то тут можно реально заработать немало. То есть, смотрите, сразу подсвечиваются желтым цветом числа, которые могут выпасть и которые вам привезут. Непосредственно очки. Можно, конечно, ставить, типа, на первый блок, на второй, на третий. Можно ставить, типа, на четные, нечетные, красные, черные. Но вот эта вот тактика, она постоянно работала и работает, я смотрю. Но, опять-таки, в зависимости от того, насколько везет. Нам пока непонятно. О, нули упали, нихрена себе. Вот на ноль, если бы поставил и выиграл, это было бы овердорого. Так, я, получается, потерял, не знаю, сколько, не знаю, сколько потерял. Считать надо, там 150, чуть больше. Опять-таки, так же ставлю. И самое интересное, что показано только выигрыш на 600, остальное ничего не стоит. Последняя, последняя секундочка, крутим. Слушай, на самом деле, я вроде не азартный человек, но вот в гиташке рулетку я люблю. Особенно больше я люблю систему ломать и которая вот реально приносит, как бы, кэш. Ну, не знаю, в принципе, пока что 23 попало, 2 нуля. Непонятно, куда бьет. Вообще, нужно смотреть. Бывает закономерность, что бьет постоянно в первый блок, во второй, в третий. То есть, это довольно-таки нормальное явление. Так, 8 черное, до 12 не долетело, но 12 тоже было бы, как бы, минус. Вы проиграли. Так, 620 тысяч, вот теперь давайте ставить. Да, ставки ставятся. Ну, ладно, мы выиграли, то есть, мы имеем право себе еще, как минимум, прокрутить один раз. Поэтому давайте посмотрим, что у нас получится, но пока все летит рандомно в разные места. Так, ребят, ставки больше не принимаются. Значит, настало время крутить рулеточку. Я думаю, что немножко вот так покручу и сделаем нарезочку в конце. Вам будет, наверное, интересно. Тупо действуем тактикой ставить на одни и те же числа и посмотрим, насколько это работает. Так, ну ладно. Пока что один раз выиграли, но, как бы, сомнительный выигрыш, потому что в минус-то он тоже сюда не считает этот выигрыш. Так, 24 черная и не попали. Смотрите, как не попали, это обидно. Хорошо, минус еще бабки, но это было рядом. Два раза в центр, значит, обязательно прилетит и еще один раз. Просто тут в чем проблема? Тут проблема в том, что можно ставить только три ставки, ребята. На Радмире можно было ставить пять. И вот эти пять, они шли довольно-таки неплохо. Короче, ребят, подошел ко мне чувак, спросил, падали ли нули. И, возможно, какая-то своя система тоже есть у человека, если честно, не знаю, но, тем не менее, окей. Кстати, интересно узнать мнение старичков, которые на Red Age играли и сидели бы вы в казино или нет, играли в рулеточку. А выигрывали вы, если да, то сколько, если нет, то сколько проиграли. Будет очень интересно посмотреть на ваше мнение. Что ж, давай, крути, крути, дорогуша. Пока что один раз только выиграли, остальное все как-то мимо улетело. Ну, немного обидно, конечно же. Но если поставить на ноли, выиграть, там просто x100 можно поднять сразу, как бы, и пойти купить себе, не знаю, джеско, да? По-любому так и работает. Так, падает, падает кругляшок. Рядом что-нибудь вкусное. 27 красное. В сторону к 24-ке улетело. И, кстати, опять с нулем было рядом. Последний раз ставлю ставку. Не будем ничего мудрить. Просто смотрим. Понятное дело, что я поднял 600 тысяч, но при этом я уже, наверное, потерял, ну, плюс-минус столько же, может, чуть больше. Но, опять-таки, если сейчас еще раз выигрываю, то окей, можно смело сказать, что на этом можно зарабатывать. Просто в чем прикол тактики был, когда ты ставишь 5 фишек. То есть ты можешь проигрывать 5 раундов, ты можешь проигрывать 6-7 подряд. Но тебе стоит один раз выиграть, и ты сразу, получается, отыгрываешь раунды все, которые ты проиграл, и еще уходишь в плюс. Вот в этом плане такая стратежа прямо работает безотказно. Ставки опять больше не принимаются. Поэтому ждем, ждем и смотрим, что нам выпадет, ребята. Так, 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 так. Давай, давай удиви меня. Давай просто сделай красиво. В любом случае, как бы мы деньги подняли, разок уже неплохо. 36 красных. Окей, здесь падает все рандомно. Моя тактика не особо работает. Но, опять-таки, нужно сидеть, смотреть, мониторить. Плохо, что рулетка сама по себе не крутится. То есть она крутится только, когда ты ставишь ставки. Эта система, ребята, уже непосредственно, я так понимаю, самого GTA Online. И это вполне, как бы, нормальное явление. Что ж, вот такая серия сегодня получилась. Купили мы с вами Кензик Ригеру, ребята. Если вам она понравилась, то, в общем-то, оцените ее в комментариях. Ну и присоединяйтесь ко мне, играйте. Промокод мой можно найти в описании. И, ребята, вводить его нужно непосредственно в телефон. Вот сюда в промокодик. Либо при регистрации. Промокод, ребята, большими буквами. Просто бонус. Даст плюшки, премиум. Короче, все как обычно, все как всегда. Все будет очень вкусно. Поэтому вводите обязательно. Что ж, ребятки, всем спасибо. Всем до скорых встреч. Всем пока.